Виноград в Уфе Один из пострадавших при взрыве газопровода в Стрелятамаке скончался в больнице, сообщает Минздрав Башкирии. Также в прослужбе ведомства сообщили, что за жизнь еще двоих продолжают бороться врачи ожогового центра в Уфе. Один из них в реанимации в крайне тяжелом состоянии, другой – средней тяжести. Напомним, что взрыв на газопроводе Стрелятамакского нефтехимического завода произошел 19 августа. В инциденте пострадали трое мужчин 36, 44 и 50 лет. По факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. В начале традиционного оперативного совещания в ЦУРИ Ради Хайбиров напомнил о главных событиях прошлой недели и анонсировал юбилейные торжества в столице Башкирии. Ну, собственно, начинается в этом году, наверное, одна из важнейших недель. На этой неделе пройдут все торжественные мероприятия, посвященные празднованию 450-летия. Но, как мы договорились, основные мероприятия пройдут 30-31. Первое. Мы действительно ждем Комарова Игоря Анатольевича, полномочного представителя президента, приедет Бжани Аслан Георгиевич, президент Республики Абхазия, Головченко Роман Александрович, премьер-министр Республики Беларусь. Будут официальные делегации Узбекистана, Казахстана. Далее тема сменилась на менее приятную. О ситуации в сельском хозяйстве доложил профильный министр Ильшат Фазрахманов. По его словам, в регионе с 11 июля по 11 сентября действует режим ЧС. Цифры своего доклада он не расшифровал, критичны они или нет. Ради Хайберов прокомментировал эти данные кратко. Доклад окончен. Дай бог, сейчас хорошая погода, и вот что-то у нас получится. Далее слово взял министр образования. Ильдар Мавлитбердин доложил, в этом году в школы пойдут 524 тысячи детей, более 48 тысяч – первоклассники. Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний, пройдут 2 сентября во всех школах Республики. Хотелось бы остановиться на капитальном ремонте школ. В программу модернизации школьных систем образования вошли 31 школа. Шесть школ однолетнего периода в 2024 году. Это БРГ номер 3 имени первого президента Муртезы Гбайдаловича Рахимова, город Кумертау, Баймакский лицеинтернат, СОЖ села Красная Башкирия, Обзелиловского района, СОЖ номер 119 города Уфы, Стельтамакский лицеинтернат номер 2 города Стельтамака и школа села Усак-Кичу, Бешбулякского района. Общий процент строительной готовности по указанным объектам составляет 96,7%. Но Уфа и Баймак показали не такой высокий уровень готовности – 92%. Впрочем, местные власти уверили ради Фаритовича – успеем ко второму сентября. Следующим спикером стала министр ЖКХ Ирина Голованова. Она сообщила, за пять лет проекта «Башкирские дворики» благоустроено 1326 дворовых территорий за 6 миллиардов рублей из республиканского бюджета. В текущем году благоустроится 143 двора в 33 муниципальных образованиях на сумму более 1 миллиарда рублей. Завершение работ по благоустройству запланировано до 30 сентября текущего года. Средняя степень готовности всех дворов превышает 60%. В завершении министр цифрового развития Геннадий Разумикин рассказал, на каких дорогах не ловит сотовую связь. Порядка 91% протяженности всех магистралей обеспечены этой услугой. Проблемным остается участок дороги М5 от Иглинского района до границы с Челябинской области. Там дорога проходит через гористую местность со сложным рельефом, что затрудняет покрытие сигналом сотовой связи. По словам Ради Хабирова, 2 сентября традиционной оперативки ожидать не стоит. Чиновники будут в разъездах. Итоги, в том числе юбилейного для Уфы уикенда, подведут в другой день. Зарплата преподавателей в высших учебных заведениях Башкирии выше, чем в пяти других субъектах Приволжско-федерального округа за прошедшее полугодие 2024 года, по данным Росстата. При этом средняя зарплата научных сотрудников в республике на седьмом месте в ПФО. Так, средняя зарплата у преподавателей вузов – 108 тысяч. Для сравнения, в Татарстане она немногим выше – 125 тысяч, а в Нижегородской области – 123 и 8 тысяч. Зарплаты научных сотрудников в Башкирии равны примерно 95 тысячам рублей. Лидером среди зарплаты этого звена стала Ульяновская область, где ученые получают в среднем по 115 тысяч. А на втором месте расположилась Нижегородская область – 114 тысяч рублей. Виноград Иногда хочется белое, иногда красное, но это сухое. Домашнее, оно вкусное, потому что покупаешь виноград, вот этот весь, который, и делаешь своими руками. Я в нем не разбираюсь, но главное, чтобы в нем не было сахара. Я знаю только, что сухое самое, она из винограда. Главное, чтобы в составе не было спирта. Мы определились, что луна – это топ вообще. Я пью то, что мне дают. Красное и белое, сухое и полусладкое, шардоне и каберне. Сортов и вида вин сегодня огромное множество. И практически каждый уфимец имеет свои секреты выбора хорошего напитка. И в прошедшие выходные на этногострономическом фестивале «Виноград» своими секретами с нами поделились не только жители города, но и специалисты. Обратите внимание, во-первых, на наличие акцизной марки на бутылке. Обратите внимание на то, какое это вино. Сладкое, полусладкое, сухое, игристое, тихое, брюто, экстра брюто. И под то или иное блюдо выбрать свое вино. Стандартное – это что? Белое вино – рыба, красное вино – мясо. Разы – фрукты. И там уже под предпочтением. Более плотные разы – можно к мясу, можно к рыбе. Но самая нестандартная пара, которая, не знаю, тренд, наверное, последние двух лет – это игристое и чебурек. В целом при выборе вина главное подобрать напиток, который нравится вам. Ну а продегустировать и выбрать самое вкусное вино уфимцы как раз-таки и смогли на фестивале. Мы привезли к вам звезд российского виноделия. Это винные эксперты, винные блогеры, винные критики. И они расположились в специальном шатре винология, где они рассказывают о культуре потребления вина, о том, как его выращивают и об особенностях российского виноделия. Но вино стало не единственным развлечением на празднике. Многие площадки посвящены также и лекциям, практическим опытам и необычным интерактивам. В том числе и для детей. Также гости фестиваля смогли не только познакомиться с винами России, но и поближе узнать культуру нескольких винодельческих регионов. Например, на Кавказе вы сможете увидеть у нас ковры, у нас жарят шашлык, у нас такое кавказское гостеприимство. На Кубани у нас расположена главная сцена, где выступают артисты. В Крыму мы воссоздали такую атмосферу Черноморского побережья, где можно насладиться классной музыкой, где можно продегастировать вино. Фестиваль «Виноград» – это путешествующий фестиваль. Он проводится уже не первый год в разных городах. И для каждого региона организаторы стараются найти что-то новое и эксклюзивное. Для Уфы фестиваль стал площадкой, где жители впервые смогли попробовать вино из башкирского винограда. Это у нас вино «Озюм», что означает «свой виноград». Это на самом деле открытие фестиваля «Виноград» в Уфе. Это вино из домашнего уфимского винограда. Башкирское вино – это творение не только виноделов, но и селекционеров, которые смогли вырастить в Архангельском районе республики «Виноград юбилейный», который хорошо себя чувствует в северных районах. И существует он уже сотню лет. При этом наша собеседница уточнила, что сравнивать вино из башкирии с винами из других регионов не стоит. Я не могу сравнивать это вино, например, с кубанским, потому что совершенно разный климат, разный теруар. Посмотрите, какая у вас красивая, прекрасная там трава. Я просто думаю, что ваши виноградники не испытывают жажды и так далее. Поэтому я считаю, что обязательно нужно попробовать. Этногостономический фестиваль «Виноград» приехал в Уфу на 9 дней. И наслаждаться его атмосферой жители города смогут до 1 сентября в парке «Кашкадан». Узнать полную программу фестиваля можно на их официальной странице ВКонтакте или в Телеграм-канале. Алсу Гумерова, Егор Полторыхин и Анастасия Никишина. Телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин